Всем привет! Сегодня я хочу рассказать, поделиться своим мнением о позорном заявлении президента Франции. Ну, собственно, не только о нем. Вообще поговорить о том, как Путин обращается с Западом и как Запад на него реагирует. Я даже настолько был, хотя в общем, Макрону что нового он может про себя сказать. Мы знаем этого отважного спасителя человечества. Но я даже сгоряча написал, у него есть аккаунт, кстати, по-русски. Я написал ему, что он дурак просто в комментарии. Потом подумал, что все-таки президент Франции, из уважения к миллионам французских избирателей. Я решил комментарии тут удалить. И думал написать, что господин президент, вы президент великой страны, с большим влиянием в мире и так далее. Что же так ползаете перед ним на коленях? Что же вы трясетесь, как холодец перед ним, как будто вы его подчиненные? Но потом решил, из уважения к гражданам Франции, и этого не писать. Пусть сами разбираются со своим президентом. В принципе, он лучший вариант, наверное, из того, что могут быть. Все остальное еще хуже. Вот такие реалии политического истеблишмента в такой некогда великой, влиятельной стране. Великой, с хорошим в смысле слова. Которая помогала Соединенным Штатам в войне за независимость и так далее. Свобода, равенство, братство. Ну, мы знаем. Но перед тем, как перейти к главной мысли, я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает. Несмотря на то, что Ютуб отменил монетизацию моего канала, можете посмотреть видео, которое называется «Мои 35 лет под цензурой» от комсомольской газетки до Ютуба, Фейсбука и Патреона. Теперь меня цензурируют на таком уровне. Вырос я немножко за свою журналистскую жизнь. Можете меня поздравить с 35-летием ее. Я не знаю, с чем тут, правда, поздравлять, каковы результаты этой деятельности, но так или иначе. И вот можно теперь переводить только на карточки. Я благодарен, что вы это делаете. И там всякие варианты есть в описании каждого видео. А что будет со спонсорством, вообще с каналом, я не знаю. Еще раз говорю, если хотите, удаляйте, вернее, скопируйте любимые свои видео, которые считаете нужным. Потому что все может быть на самом деле. Я что хочу сказать по поводу, просто на Макрон, не сам по себе Макрон. И даже не сам по себе президент Франции как функция. Макрон это отображение мнения немалой какой-то части мирового политикума о том, что Путину надо постоянно говорить, что мы его не тронем. То есть он делает все, что он захочет. Его уже парламентская ассамблея Совета Европы признала террористической страной Россию. Или режим террористическим, не имеет значения. Понятно, о чем идет речь. Значит, он делает все, что хочет. Он бьет по мирным объектам открыто, по украинским, по своим. По объектам газовой сферы, технологическим и так далее. По нашему. Понятно, почему, что он делает. Но при этом, почему-то такие люди, как Макрон, считают обязательно, как Бантру, повторять, что тебе за это ничего не будет, Владимир. Ничего не будет, ничего не будет. И даже если ты ядерный удар нанесешь, то тоже ничего тебе за это не будет. То есть ответа не будет. Франция не будет отвечать на Россию на удар по Украине. Но у меня вообще-то есть сомнения, будет ли Франция отвечать на удар по Франции, например. Я вообще думаю, что ключевая ошибка Путина была в том, что он напал на Украину, а не на Францию и Германию. Может быть, там его как раз и встречали бы с цветами, поклонники многих политиков, политических партий. Я не говорю про Макрон там сейчас или про кого-то. Но они бы, наверное, пытались договориться где-то в районе Берлина и Парижа. Отдать, наверное, Нормандию, что-то еще. Ну, как это принято у французов и так далее. Вот ошибка Путина. Не на тех нарвался. Тут тебя готовы, ждут. Бистро, что подать, Владимир. Но еще раз отвлечемся от Макрона, такого себе хлистакого наших дней политического. И поговорим вообще о том, что осталось у Путина в качестве аргументов. Ну, кроме массированных ядерных атак, попытки сделать локаут в Украине, разгромить электростанции. Связь, тепло, людей просто заставить замерзать и паниковать. Кстати, паники никакой нет. Эта фраза вернулась. Бумерангом им возвращается. Только там это прикрытие враньев Орловское. А здесь действительно паники нет ни у кого. Все готовятся, закупаются чем нужно. И так далее. Помогаем армии и сами себя обеспечим пауэрубанками и так далее. Что самое главное, о чем я хочу сказать? Что главная ошибка, вообще единственное оружие Путина, самое мощное его оружие, это отнюдь не ядерное оружие. Физически да, практически нет. Ведь он же шантажист, террорист. А террорист, бандит, шантажист, он прощупывает клиента на вшивость, на яйца. И главное оружие Путина, это страх Запада, отдельных лидеров, населения какой-то части, политиков и так далее. Везде, во всему миру. Страх перед ним именно. Страх перед Путиным, бежит впереди него. И все боятся его разозлить до сих пор. Боятся, что не дай бог, он не с твоей ноги станет. Ну то есть ведут себя, как вот такие потенциальные жертвы, такого маньяка, который в подъезде завелся. И главное, чтобы он моего ребеночка не съел. А если украинского съест, мы ничего отвечать не будем, конечно. Ну нам же, мы его не съел пока. Ну типичная логика идиотов просто, которые ничему не учатся, ни история там не учат ничему, ни жизнь вообще ничего. Чтобы победить Путина, его нужно просто перестать бояться. И начать это демонстрировать. Не говорю там угрозами какими-то, мы тебя там так-сяк, это достаточно людей, которые пишут такие угрозы. Я говорю про политиков, про общественно-политических людей. Надо нарратив вот этот, о котором Зеленский, кстати, последний, он и говорил несколько раз, абсолютно верно все написано. И сказано, что нам надо перестать его бояться. Он должен бояться нас, а не мы его. Бандит, маньяк должен бояться шерифа, а не шериф маньяка. Да, ну как-то вот по логике так получается, да, по логике истории, той же французской, британской, американской, любой другой, да. И иных вариантов просто не иснует, не существует в природе, да. Миру надо победить страх перед Путиным. И тогда победа над Путиным, это вопрос будет лишь какого-то очень короткого времени. А вот до того момента, пока они будут бояться, пока они будут трястись там и друг другу, и свое население убеждать, что мы можем отсидеться тут за шторочкой, там, да. Главное его не трогать, а может часть Украины отдать, а может что-то еще, вот, и так далее. Но отдай часть Франции, отдай часть Германии. Я думаю, он не откажется, кстати говоря, в принципе. Компенсируй нам, мы не хотим отдавать, ты хочешь, мы хотим воевать с ним, ты не хочешь с ним воевать, окей, пусть он забирает территорию Франции, равную оккупированную, украинскую территорию, а нам возвращает. Нормально? Пойдет так? И мне, ну вот передайте президенту Франции мои мирные предложения, да. Вот любая страна, которая хочет стать вот мира, не хочет войны, как он писал, мы не хотим третьей мировой войны. Вот, но, и хотим расплатиться с маньяком каким-то образом, допустим, да, как он требует, то есть, мир-то другого не будет, да, этого Макрон не сказал, но Путин сказал, что мир только на моих условиях, да, дальше терроризм. Вот, слово терроризм Макрон предвести боится, и лебезит перед ним, и подобные ему политики, да, Путин смотрит на него и говорит, ну что, ну значит надо продолжать, а что тут такого, да, значит эти слабые люди, хотя бы молчал, да, вот если ты слабый человек, ну молчи. Дай слово сильным, дай слово тем, кто может посмотреть ему в глаза так пристально и сказать, Вова, тебе конец, все, да. А то, что Вова любит жизнь, в этом нет никаких сомнений, это весь его образ жизни, вся его жизнь, начиная с там Лачук на окраине Ленинграда, до дворцов этих, до его там неизвестных никому или всем известных там связях каких-то там, потому что он все скрывает про себя, очень таинственные. По сути, Россия избрала Штирлица тогда, а не Путина, вот. Но про кинематограф это отдельный разговор, про то, как россияне сами себя зомбируют, подчеркиваю, сами себя, потому что верить этому это тоже, это самозомбирование в принципе, да, строить себе иллюзии, про каких-то честных разведчиков там, да, и так далее. То есть, кругом говно, все кругом продажные, менты продажные, КГБшники все продажные, сволочи там, убийцы и так далее. И тут у нас один есть только Штирлиц, вот, давайте его выберем, да, это, ну, это мышление мышей просто, по уровню IQ, наверное, и логические связи, да. Да, но самое главное, что понял Путин из своей бандитской жизни, насыщенной, да, паханской, что страх, главное оружие это страх, главное производить страх. Россия производитель страха, да. Вот, мы видим, что она бессильна на поле боя с Украиной, поэтому она производит страх. Методом, ну, то, на что пока Украина не может адекватно, зеркально ответить, да, отвечает по-другому. Но Запад должен смотреть прямо в глаза правде. Вот Жозефа Борреля, я прочитал интервью, это глава МИД, грубо говоря, Евросоюза, да, прозрел, прозрел товарищ, начал говорить моими словами 8-9 летней давности, да. Да, вот, и я читаю, конечно, я увидел этот перевод на Украинской правде, и у Сигиль Мусаева на странице, я прокомментировал, сказал, как же страшно жить в мире, где ты на 8-10 лет, там, далеко гляднее, как это Украина, Российская будет, дальновиднее, чем все дипломаты Европейского Союза. Это вообще ужас, конечно, это, конечно, он признал свои ошибки, там, честь и хвала и так далее, но, но я прошу прощения, но это же профнепригодность вашего всего корпуса, ваши аналитики, кто вам в посольствиях пишет Евросоюзские доклады, кто, кто, с кем общается тут в Украине, что такую картину мира, что Украина не будет сопротивляться, сводили в голову. Вот я частные примеры привожу, просто, в принципе, то есть, знаешь, матрица, система сломана, не работает система, да, ее надо чинить, дай бог починят, да, вот, дай бог не будут учитывать только мнение Макрона, вот, и так далее. Вот, то, что Франция всегда себя вела по-колборански по отношению к России и к советской власти, это после известных всех этих историй с Бестро, для меня второе название Франции это Бестро, это быстро обслужить оккупанта, вот, это ключевой момент вообще менталитета, к сожалению, многих, наверное, французов, остальные просто ни о чем не думают, типа, мама, почему у нас больше нет дома, потому что мы не интересуемся политикой, о, прекрасно, да, бонжур, новая жизнь, вот, короче, вот это главное, у него остался страх перед ним, и этот страх сейчас за него воюет, он воюет на всех политико-дипломатических фронтах, да, все больше стран становится на сторону добра, да, и вот эта резолюция, кстати, я хочу подчеркнуть, что интервью сегодня давал с утра, там, одному изданию, что мир разделился на три части, не на двое, на три части, да, вот, это часть цивилизованный мир, там разные, кстати, правительства, разные страны, но в целом цивилизованный, раз они считают, что границы священные, это, в принципе, цивилизованный мир, уже даже не глядя на то, что внутри, могут быть нюансы, но по большому счету, то есть, ты знаком с цивилизацией, знаком с тем, что в чужую квартиру нельзя заходить, выбивая ногой дверь и занимать комнату, там, то есть, ты как человек состоялся, да, как общество состоялось, 143, по-моему, да, страны проголосовало за то, чтобы послать Россию к чертовой матери, да, с ее оккупацией, аннексией и так далее, это на треть почти больше, чем по крымской резолюции 14-го года голосовали, то есть, мир так немножко очухался, да, какой-то частью своей, конечно, самый очень позорный результат, 4, 4 страны, если это странами можно назвать, там, смех и грех, значит, 4 каких-то бунтустана проголосовали за Россию, и она сама, значит, 5 штук таких, 5 сумасшедших на весь мир, да, но это очень, конечно, хорошо, заслуга украинской дипломатии и все такое прочее, и я благодарен, и Кулебе, и всем, но вопрос такой, а вот что с остальными странами, вот крупнейшая демократия мира Индия, считается демократической страной, да, ни туда, ни сюда, крупнейшая демократия, не демократия, автократия мира, Китай, да, ни туда, ни сюда, да, Пакистан, который был союзником Соединенных Штатов, когда тоже ядерный держак, кстати, все три ядерные державы, они не осудили Россию, они либо сдержались, там, или вышли из зала, там, как Азербайджан, по-моему, тоже вышел из зала, про него сейчас отдельно скажу, вот, о чем это говорит, что есть три лагеря, ось зла, вот это, такая пипирка зла, во главе с набалдажником, с этим, Россией, как у мухомора, или у чего-то еще, набалдажник будет, у пипирки, да, вот, такой мухоморина такая, ядовитый гриб человечества, вот, это ось зла, ось добра, это эти 143 страны, которые признают законы и права друг друга, это основа будущей организации объединенных наций, или по-другому будет называться, или реформированный будет, но только такой подход, только таких надо брать в клуб, да, если брать остальных в клуб, то они клуб разнесут просто, да, пропал дом, как говорил один герой, нелюбимый умной писатель, но метафоры там хорошие, вот, и, вот, и вся, вся история, да, и вот эта третья ось, это ось подлецов или ось равнодушных, я просто равнодушных считаю подлецами, поэтому так и сказал, да, это вот эта ось, которая, там, ось небось пронесет, не голосовали или не участвовали в голосовании, или воздержались, как можно воздержаться от резолюции против политики страны, которая угрожает миру ядерной войной, ей применением ядерной бомбы, я не знаю, это вот, какой надо быть, насколько ответственны ядерные державы, вообще, насколько вменяемой страной, вменяемым правительством, чтобы так себя вести, но они, понятно, они ждут, чем закончится противостояние запада коллективного, значит, вместе с Украиной, с Россией, чтобы потом, значит, ну, это такая подлая, обывательская, не люблю я таких людей, не люблю я таких стран, я им высказываю свое глубочайшее презрение к их политике и недальновидности, и приспособленчеству, и так далее, как у людей, так у стран это плохо, теперь многие удивились про Азербайджан, и еще скажу, что Азербайджан там, Азербайджан всегда, на всех украинских резолюциях, все эти годы он выходил покурить, они, по-моему, вообще не голосовали, и сейчас они голосовали, я вот за прошлые разы, я точно помню, что они просто не голосовали, пошли покурить, ну, или там кто-то позвонил, вот, жена позвонила, там, дети, может, там, позвонили, и человек вышел, и не голосует, бывает такое, да, на самом деле, без шуток, вот, я думаю, что это, и тут имеется и турецкая политика, это мои предположения, и Азербайджан, и Турция, к славу Богу, и к счастью, молодцы, они, они не признают, поддерживают территориальную целостность Украины, включая Крым, и не признают никаких оккупаций, голосуют солидарно с нас, странами НАТО и цивилизованного мира, но одновременно, мы же знаем, что вот многие азербайджанцы, вообще, официальная риторика Азербайджана в том, что это фактически, вот, как это звучит, Эки, Девлет, Бирмилет, то есть, две страны, один народ, да, вот, ну, окей, это никто не запрещает так считать, если они считают себя одним народом, с народом турецкой, ну, с турками, да, вот, это их идентичность, значит, они так и так себя видят, и окей, это их выбор, каждого народа, но тогда возникает вопрос, если это Эки, Девлет, Бирмилет, значит, это одна и та же страна, одна голосует за Украину, а другая голосует, выходит покурить, мне почему-то кажется, что это вещи взаимосвязаны, что это часть игры турецкого руководства посредника, насколько успешной, ну, смотрите сами, время покажет, в чем-то это играет роль, наверное, освобождение людей, и так, наверное, точно, из-за этого мы должны быть благодарны, просто сейчас все понимали, не удивлялись, да, Азербайджан не самостоятельный государство, не только в плане, там, отношений с Турцией, но и в отношении с Москвой, не забываем, что у них, там, войска по договору, подписанным Азербайджаном, русские стоят, и что бизнес азербайджанский в России много, и все такое прочее, эти все, ужимки и прыжки, как они дрессируют за кавказские страны, мы прекрасно знаем, но все постсоветское время, я много об этом рассказывал, да, и в ходе войны, Армении с Азербайджаном и так далее, ну, в смысле, войны в Карабахе, вот, такие вот дела, поэтому не удивляйтесь, ну, вот, и главное, передайте всем, да, передайте всем, что в Англии ружьяки, причем не чистят, передайте царю, передайте всем разумным людям, политикам в своих странах, что единственное, настоящее оружие Путина, которое действует глобально против Запада, это страх Запада и разных стран и политиков перед ним, часто страх, мотивированный деньгами, то есть демонстративный страх, а давай-ка нам тут покричи, на тебе денег, ой, там, Путин серьезно, он там все применит, ядерное оружие, надо серьезно относиться, все, замолчи, следующий, ой, мы там не ответим, ну, короче, вот, вот это вся фигня, да, вот, поэтому надо сохранять спокойствие, сохранять разум и доказывать, продолжать доказывать, и Путин в этом помогает нам своими безумными террористическими маниакальными действиями, что никакой великой России не существует, а существует террористическая организация под названием Российская Федерация, имитирующая страну, будем бороться дальше, и на медийном фронте будем распространять этот нарратив, что хватит бояться Путина, хватит бояться, стоп, как там по-английски, хватит бояться Путина, надо писать по-английски и везде распространять, в Твиттере, везде и аргументировать, и самим это объяснять, что пока вы его боитесь, он чувствует ваш страх, как акула, чувствует запах таких праздных купальщиков, да, вот, они могут даже с ней поиграть какое-то время, а потом она хап и перекусит пополам, да, вот, по-моему, уже всем пора понять, что с этой акулой не о чем говорить, и тут вот немцам честь, глава международного комитета Бундестага сказала, что с Путиным и его террористами невозможно ни о чем договариваться, но слава богу, дошло, вот, надеюсь, дойдет и до всех, что хватит просто перестать его бояться, и он сдуется, как бандит, который понимает, что против него стоит сила, да, как любой подобного типа человек или не человек, скорее всего. Еще раз спасибо за донат и всеми доступными вам способами. Искренне ваш, Айдер, можно добавить. Спасибо.